БН продолжает объезд стройплощадок города. На этот раз мы посетили 4 объекта в Кировском районе. Первый объект, осмотренный нами, расположен на Двинской улице. Трест-102 возводит жилой комплекс на месте рухнувшего 10 лет назад общежития. Долгое время стройка была заморожена. В середине прошлого года работы возобновились. Нынешний срок сдачи – 4 квартал текущего 2012 года. Разрешение строительства было получено 10 октября 2008 года и продлено оно сейчас до 30 декабря 2012 года. Продажи ведутся под договором долевого участия в соответствии с 214-м федеральным закономом. Сейчас уже возведены стены цокольного этажа первой очереди. Как сообщил начальник участка, каждую среду на объекте проводится совещание, в котором довольно часто принимают участие представители стройкомитета, контролирующие ситуацию на объекте. Мы сейчас залили стены цоколя на двух секциях. Сейчас будем заливать перекрытие и уже будем работать по первому этажу. Главное преимущество жилого комплекса – близость к центру города. Однако до ближайшей станции метро «Нарвская» довольно далеко – не меньше 15 минут на общественном транспорте. С верхних этажей будущего здания будет открываться довольно-таки неплохой вид. С одной стороны – храм Богоявления Господня, с другой – Финский залив. Однако жильцам нижних этажей придется довольствоваться видами промышленной архитектуры. Дальше двигаемся на юг, к станции метро «Автово», недалеко от которой, на улице Кронштадтской, компания «Ойкюмена» возводит жилой дом «Кронштадтский форт». Строительство началось не так давно. Работы на объекте активно ведутся. Закончить строительство в компании обещают через год. Разрешение получено 19 января текущего года и действует оно до 19 июня 2013 года, когда и планируется завершить строительство этого жилого дома. Продажи тоже ведутся по договору долевого участия в соответствии с 214-м федеральным законом. Всего в жилом комплексе будет построено 265 квартир от студий до трехкомнатных. Кроме того, в доме запроектирован подземный паркинг. Вся необходимая инфраструктура находится рядом со строящимся домом. В соседнем доме расположена поликлиника. На противоположной стороне улицы – торговые объекты. Из недостатков стоит отметить соседство с промышленными территориями. С одной стороны окна будущего дома выходят на Кронштадтскую улицу со сложившейся застройкой и благоустроенной территорией. С другой стороны находится стадион имени Жданова, больше похожий на пустырь. И когда будет благоустроена эта территория – пока неизвестно. Следующий объект расположен на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна. Компания «Спецстройинвест» возводит последнюю очередь жилого комплекса «Дом с каминами». Первые две очереди уже введены в эксплуатацию. Третью очередь должны были сдать в конце прошлого года. Однако строительный забор вокруг этого корпуса пока не убран. Прилегающая территория также не соответствует статусу сданного дома. Активные работы сейчас ведутся на последней, четвертой очереди, из которой первый корпус построен на уровне второго этажа. Второй и третий – на уровне четвертого. Надо сказать, что постановление правительства, последнее, которым мы располагаем, относится к январю 2007 года. И там сроки сдачи указаны поочередно с января 2007 по июнь 2009 года. Но, как мы видим, строительство до сих пор не закончено. И сколько оно еще будет продолжаться, я сказать вам точно не могу. Рядом с жилым комплексом находится детский сад, магазин, а также Полежаевский парк. До ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов» не менее 15-20 минут на общественном транспорте. Последний объект – жилой комплекс «Современник» на Ленинском проспекте от компании «Севзабжилпромстрой». Первая очередь этого масштабного комплекса уже сдана и заселена. На второй очереди завершена кирпичная кладка наружных стен. Ведутся внутренние отделочные работы. На третьей очереди построено уже семь этажей. Кроме того, в перспективе еще одна четвертая очередь, которую планируют начать строить в следующем году. Строительство всего комплекса должно завершиться в первом квартале 2015 года, потому что там еще есть административное здание, которое будет построено. Новое свежее разрешение строительства было получено 10 января 2012 года, сроком действия до 31 января 2015 года. Продажи ведутся в соответствии с 2014-м федеральным законом по договору долевого участия. Помимо уже существующей в этом микрорайоне инфраструктуры, в комплексе спроектированы и собственные объекты. На территории жилого комплекса будет работать детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Вопрос, где припарковать свой автомобиль у будущих жильцов этого дома, скорее всего, не возникнет. В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг. Также на территории уже построена девятиэтажная автостоянка. Более того, рядом расположена перехватывающая автопарковка. Одно из главных преимуществ жилого комплекса расположено рядом станции метро Ленинский проспект. Из недостатков можно выделить близость к железной дороге. Однако эта проблема может быть решена с помощью современных шумоизоляционных систем. Наталья Бабенко, Роман Рожков и Даниил Боротынский.